Не просто погонять мяч, а позаниматься футболом, не потягать железо, а попробовать себя в пауэрлифтинге и даже открыть мир большого тенниса. Кого воспитывают и оздоравливают в спорткомплексах Яковлевского района, расскажет Данил Макарычев. Принял мяч на ракетку и точно отправил в угол. Первые шаги в большом теннисе делают школьники села Яковлевка. Этот спортивный комплекс построили на средства инвестора. Крупная компания пришла работать на территорию и стала социальным партнером для местной администрации. Активнее всего тренируется Максим Балсуновский. Он уже освоил футбол, теперь вот решил потренироваться в новом для себя виде спорта. Спорт – это красивая жизнь. Очень хорошо, чтобы не поддерживать, не курить, не пить, чтобы держать здоровый образ жизни. На втором этаже комплекса тренажерный зал. Его двери открыты до позднего вечера. Так удобно жителям. Днем футбол, после перерыва штанги и гантели. Такое количество тренировок никого не пугает. Устаю, конечно, я человек такой, как все. Ну, приходится. Закаляю тело, тело привыкает. Так что так. С утра до позднего вечера слышен стук мячей и в еще одном спорткомплексе. Здесь оттачивают мастерство баскетболисты. Позже их сменяют каратисты, а еще и мастера в настольном теннисе. Такая любовь к спорту дает результат. Например, Мазова Алена, ученица Портнягина Евгения, вошла в состав спорной России по настольному теннису. И сейчас будет представлять нашу команду на международном турнире молодежные спортивные игры стран АТР. На достигнутом решили не останавливаться. В ближайшее время в Яковлевке откроют центр для подготовки сдачи норм ГТО. Краевой бюджет взял на себя приобретение оборудования. Местная администрация нашла площадку. Поездки в Владивосток для сдачи ГТО, либо каких-то участий в соревнованиях, они разовые. А когда имеется база, вот сейчас она будет по ГТО здесь, на месте, где может каждый прийти и попробовать свои силы. Монтаж оборудования на площадке начнут на этой неделе. Первые занятия пройдут в августе. И сразу же жители Яковлевского района смогут сдавать нормы ГТО на своей территории. Данил Макарычев, Анатолий Барышников и Александр Засухин. Панорама.